вот мы зашли в дом сурхандаринской кишлаке очень интересно они все собирают дождевую воду да как интересно а потому что воды не хватает мало да то есть вы бережливо относитесь к воде и дождевую воду собирается мармунджан да это ежевика как малина но это ежевика да очень зелено анжир не но он но он как брать брать а болс фрум брать но для чего? для питания? нет, я не думаю почему это вообще? это с сахаром? это сладость что ли? нет, нет, это макараны, это макараны от глаза оказывается а это хлеб, они накатали шарики, но он уже хамар на макараны я никогда не видел его нет, реально? это очень эндемик да, я думаю вот это что-то значит из сих нонге? все, все горячая лепешка охлаждается после тандыра вот два тандыра экономно подходит здесь к дровам зимний вариант для больших лепешек потому что лепешки ну как бы и потребление лепешек больше зимой меньше фруктов, больше люди едят это большой тандыр а вот который поменьше это летний вариант и лепешечки меньше как бы потому что едят их соответственно меньше потому что много фруктов вот сейчас мы зайдем в дом это всегда очень интересно и большая привилегия о-о-о-о цветник большая семья салам алейкум спорная за здравия хозяев дома оминь сделаем вокруг достархана собирается семья гости и они обязательно должны вместе разделить эту трапезу черешневый сок это дочери доделают ваши это налоги будет халим давайте спросим как они готовят на нема на богатая на богатая на богатая на богатая на богатая иммунитет культуре А это куриный, энергия в этом году. Да, это иммунитет. Вдох, в том числе, иммунитет. Да, вот в том числе, подали тоже. Байсинское блюдо. Еще раз, как оно называется? Халин. Значит это мясо, пшеница, немножко мяса, как я понял, масло. И маргар. О, яблочный компот. О, яблочный компот. Вау! Спасибо, это яблочный компот. Это яблочный компот. Яблочный компот. Яблочный компот. Это из сушеных яблок. ну и находясь в гостях узких байсунцев конечно обязательно мы сидим за дастарханом и сейчас я просто вам покажу эту простую и искреннюю еду которые байсунцы всегда предлагают от души и от сердца вы сейчас увидите вот это вот дастархан мы у нас два вида компота это яблочный и это сок из черешни вот это блюдо это тот самый знаменитый сомаляк который готовит на наврус поскольку навруса продолжается больше одного месяца и они в общем продолжают готовить и пользоваться они делали очень много поэтому в холодильнике он не портится досугу угостили местным байсунским медом это первая качка майский мед прошлого года лепешка с луком которые они пекли сами ну и вот это вот кислое молоко котык обычная ингредиент для стола и вот конечно вот это блюдо халим или халиса и иногда называет это размолотая пшеница вместе с мясом жареные какие-то овощи добавляет но они его готовят в течение восьми часов в результате это блюдо становится кашеобразной массой но это очень хорошие блюда оба не верят местные жители да и мы многие пробовали это что это блюдо дает силы энергии и в общем его поднимает иммунитет после зимы мне очень понравилось это блюдо халим сказал это пшеничная каша но конечно тут намного больше ингредиентов вообще в каши мне нравится что совсем немного мяса вот несколько кусочков мясо разваренное можно развариваться да 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 но легко отделяется это такое рациональное семейное блюдо и как нам хозяин говорит очень энергетически насыщенный как и сумаляк эти продолжение темы вкусные байсун я хотел вам сказать вчера на открытии фестиваля на котором мы были каким области говоря богат богатейшим кулинарном наследии сурхандаринской области упомянул одно блюдо и сейчас вот неожиданно наши хозяева поставили на стол это блюдо это такие особые блины называется это блюдо юбка и подается часто кушают подают к завтраку или подают в конце обеда иногда это бывает кушать чаем и медом что-то я переел друзья а как тут не все переелись все перевели все вкусно два вида компота халим ой лепешка вот это божественная она во-первых она она очень тяжелая она такая плотная и вот с луком наш австралийский коллега очень удивился что вообще хлеб с луком готовится вообще речь подошла о муке ну сначала хлебе это узбекская пшеница а вот это такая же сурхандаринская когда хлеб это делает 50 на 50 делает у него этот дает подъем высший сорт казахская мука да казахстанская так вот что еще самое любопытное что акаф азлидин их наш транспортник и на самом деле специалисты стандарта у стандарта где виктор исходит гастрономическая составляющая но отсюда исходит составляющая которую знает ну специалист по стандартизации да то есть уже коды уже как бы классы сорта и так далее да такой глубокий анализ хороший который играет там с девочкой сидит а все-таки он к нему приходит к вашему сыну но ваш сын стесняется а он алишер там до этого пацана алишер не пересесняется гулять сам по себе да питер рассказал нам свою историю он рос на фидже в принципе тоже была совершенно нормальная ситуация его называли питер попа что по-английски попа это папа я папа это такой фрукт как тыква только растет на дереве и сладкая и вот и он ходил вот так же из одного дома в другой в своем детстве вот на островах фиджи да они там ходили в набедренной повязки вот такой пацанчик тоже бегал ну вот на другом полушарии оказывается кто-то так же как алишер туда тусовался и и Продолжение следует...